Целый месяц школьники города будут принимать участие в разнообразных военно-патриотических мероприятиях. Ученики кудепсты приступили уже сегодня и провели концерт, посвященный 70-летию Победы. Тематика различная, естественно. Это и песни военных лет, и послевоенных лет. И очень интересно, что дети, по большей части, самостоятельно выбирали материал, готовились, изучали материалы исторические, советовались, безусловно, с учителями. Естественно, мы им помогали. Подготовка к концерту началась давно. В школе провели конкурс среди учеников старших классов. На сцене свои номера показали его победители. Так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Хорошо выступить пытались все, все-таки в зале находятся ветераны Великой Отечественной войны. Герои ценили номера ребят и отметили военно-патриотическую работу в целом. Считают, что в свое время именно патриотическое воспитание сыграло немаловажную роль в разгроме захватчика. Поэтому мы пришли в армию почти подготовленными. Мы знали винтовку разобрать, собрать. Мы знали гранату ручную и противотанковую. Уставы мы знали, знали строевую. Ходить как хочешь могли и по-пластунски могли ползать. Поэтому было приятно руководству военному, когда уже были вот такие подготовленные, приходили ученики. И в том числе я имею в виду девчонки. Концерт не единственное мероприятие, которое ученики подготовили для ветеранов. Школьники не только поздравляют героев со значимыми датами, но и постоянно посещают их дома и оказывают всестороннюю помощь. У нас есть ветераны, с которыми мы работаем, которым мы раз в два месяца мы точно их посещаем, приходим, устраиваем с ними вместе чаепитие. Мы не забываем про них. Это гордость, это память нашей страны. Это должен знать каждый. Военно-патриотический месячник пройдет до 23 февраля. В его рамках всех учеников в Сочи ожидает большая программа. Это посещение воинских частей города, поездки на стрельбище, чествование ветеранов, уборка мемориалов и многое другое. У государства существует целая программа по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. И все вот эти мероприятия связаны с выполнением требований этой программы. Но, несмотря на то, что существует программа, вообще патриотическое воспитание граждан России является одним из основных видов воспитания, особенно молодого поколения нашего. Также во время месячника военно-патриотического воспитания на специальных уроках ребята смогут узнать больше о военных традициях и воинской славе России. Причем из уст самих ветеранов.